Мои дорогие, в связи с тем, что самоисцеление требует определенного мужества и духовного настроя, и многие, которые выходят на занятия, да, им интересен этот аспект именно духовного, душевного устремления, и необходимо давать им знания по дзену, необходимо давать им знания по просветлению, необходимо давать знания по инкарнационным моментам, необходимо давать знания о колесе сансары и следующих жизнях, предыдущих жизнях, Поэтому все это естественно каким-то образом нанизывается на нитку просветления. И сегодня я хочу вам сказать, какая с моей точки зрения основная ошибка у людей, которые пытаются заниматься вопросами осознанности, просветления, духовной йоги и так далее. С моей точки зрения основной ошибкой является, что человек на земле может добиться стопроцентного просветления. Это неправильно. Просветление происходит и истинное просветление это когда душа уходит с теми знаниями, которые получены на земле. Безусловно, физическая оболочка мешает человеку в определенной мере постигнуть истинное просветление. Все материальное, любое материальное, точнее просветление не может достигнуть. И когда человек считает, что он в какой-то мере постиг Бога в себе, это самое большое заблуждение. Человек обязан на этой земле работать, работать, тяжело работать. И после этого еще много-много работать. А когда юноши и девушки, сидя в позе лотоса, заявляют о том, что они достигли просветления, выглядит это немножечко комично. Не уподобляйтесь им. На сегодня все. Пока.